Все, что говорил Игорь, это все очень хорошо, но быть философом и говорить лишь о бронях кого-то в Киеве, мы все собрались на Майдане намного глубже, чтобы видеть ситуацию, которая склонилась в Украине. Я прошу прощения. И поддержать всех. Не мешайте. Нет. Я прошу прощения. Так, не мешайте, пожалуйста. В другом стороне, не мешайте, пожалуйста. Проводите сбору. Проводите, пожалуйста. Так, дайте, пожалуйста. Вячеслав, ты не ведешь горе, будь ласка. Не перебивай, ведь иди, будь ласка. Пошел, ты шел звезда. Скажет, дадут тебе слово, скажет. Это сына Бога. Я в Майдане с прошлого дня, и кроме того, принимал участие еще на первой мировой войне, когда боролися за Киевскую міжподержавную администрацию, чтобы провели там сборы. Но когда создался Майдан, все стояло на том, чтобы сделать так, чтобы Майдан стал субъектом права. И чтобы Майдан мав право от этой бандитской, ненажерной и кровожедной влады требовать своих конституционных прав. Оскільки, собственно, в статье 5 Конституции влада належит народу, то народ должен нею еще и распоряжаться, а не кубка злочинцев, которые приватизировали парламент. И владу взяли в свои руки, и керували одна семья, и пограбовала всю нашу страну. Звичайно, когда мы создали, была идея створить национальные сборы, мы объединялись все. На сегодняшний день в объединение входят 145 громадских объединений. Різные политические силы и різные политические пограды. Основная цель – это изменение строя, изменение новой системы построения страны, которая позволяла, чтобы народ был свободен над этой владой. Чтобы не влада делала, что хочет, а чтобы была подвижна и подконтрольна. Я себе позволил идти таким шляхом. Дивите. Основным завданием национальных сборов – это перетворение их в конституционные сборы Украины. На этом заседании мы должны подтвердить порядок денный. Я предлагаю такий порядок денный, который мы должны поговорить. Первое. Пропоную числа участников, которые объединялись к национальным сборам, на перехватный период утворить установку Рады Украины. Рада между собой выбирает главу Ючуга, который наделен правом, подписчиков всех решений, которые будут ухвалены установкой Радой. Установка Рада действует на постоянной основе подвижна и подконтрольна национальным сборам Украины. То есть мы тут утворим Раду, и эта Рада нам подвижна и подконтрольна. Далее идем каким шляхом. Основным завданием установки Ради есть в короткий термин, из момента ее утворения, на протяжении одного месяца, скликать и провести установочий съезд конституционных сборей Украины, шляхом залучения всех политических сил Украины, которые работают в правом подии, всех общественных объединений Украины, проспелок и представителей народных Рад. Мы знаем, что представители народных Рад, которые желают в коротких изменения Украины и изменения конституционного культура Украины. Слово народу, пьяно! Потому что эти все споры мы уже давно проходили. Вы понимаете? Воно не так же. Прочасто на эту комиссию проведения Раду за разъезд до Украины повинно бути опубликовано у всех декабряных, месцевых и коммунальных и детальностей Украины. Послушайте, вы скоро на той свете. Основным завданием... Розумієте? Так что будь ласка. Бачите, уже появились провокаторы, которые хотят избирать установочие сборы? Все равно все знают. Вы провокатор. Вы мешаете проведению национальных сборов. Вы провокатор. Самый натуральный. Питаю с ней то, что это мы уже знаем. Если вы хотите... Вы вставить путь в рейс. Основным завданием первого установки в рейс конституционного сбора Украины есть формирование темчасового Украины народной відповіды. Вы видите? Нет. Так? Я правда. Вы предыдует. Вот, тихо, добро. Батя, что вы говорите. Вы сейчас вынесут. Что это за родинами? Вы разъясняете? Украина, вы сейчас сами. Вы отвечаете. Нет. В каком-то мы сейчас ответили за выведение экономики Украины из политической ингредиции, а в модернизации и социальной таки украины, что ведемо эффективных революций направленных на модернизацию Украины и поделение к ведению к коррупции Украины. Вторым основным завданием я бачу конституционного зажду, я запрещу новую концепцию развития Украины через принятие новой конституции Украины. Не принятие конституции, которую мы хотим, сейчас депутаты в парламенте приняты, а народные ради должны принять своих представителей, мы должны через народные ради провести сгездом, и сгездом подтвердить конституцию Украины. И это будет военно-вторно, правомирно и следующее. Третий основным завданием я принятия нового в законе Украины про выборы президента Украины, Верховної Ради и Народных Рад органов Министового самоврядувания. То, что на первом русском языке мы укладываем эти законы, которые должны отгрызать важную информацию, которые сейчас укладывают нас. И опять, опять, они собираются в парламенте, а народ будет позади. А мы сделаем это все на опеке. Народ должен сказать свое слово. Спасибо большое. Прошу автор Майдан Юрия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.